всем доброго времени суток приветствую всех подписчиков и друзей моего канала у меня идет очень много запросов на расклады к сожалению я не успеваю их делать всем но если вдруг вы не увидели ответ на свой запрос то повторите его пожалуйста его в одном из последних видео которые на моем канале идет в ленте действительно запросов очень много подписчиков увеличивается невероятное количество каждый день я честно говоря не ожидала меня это с одной стороны радует с другой стороны это конечно очень большая ответственность перед людьми и не только на то чтобы я эти расклады делала для вас поэтому по мере возможности я это буду делать обязательно ближайшее время может быть получится так что я буду делать расклады на природе днем и выкладывать их уже в общем-то ночью поэтому не обижайтесь но если что-то будет очень срочно это я буду конечно стараться выложить сразу видео итак попросили сделать расклад на город венец а хорошо так на слуху и этот город никогда там не было ну давайте посмотрим что же там на нынешний момент происходит и как будет дальше развиваться события венец а и так сигнификатор города венец а предстоит делать выбор ну так скажем между темным и светлым то есть выбор будет такое до конца непонятны потому что в общем-то разного равнозначный но я так думаю россия или украина либо куда-либо туда как будет вести себя руководство винницы в любом случае город остается в украине то в любом случае вот но просто каком направлении дальше идти и этот вопрос видимо очень тревожит и почему-то именно на данный момент хотя по моему там до венец и не настолько близко происходящие события происходящие события не важно для человека это важно поэтому делаем расклад что сейчас происходит венец и на данный момент но опять же вот пока еще не решено куда существует определенный договор у руководства что если что быть его вместе объединяться с кем-то и этот договор скреплен финансово договор с кем с украинским руководством или с российским руководством российской перетягивает украинский это как новый нового россии больше тузов в рукаве для венец и как будут развиваться события ближайшее время ну скажем так до середины июня как будут развиваться события видницы а то тут пошли котлы когда высылу в котлы попадает выбор все-таки придется делать руководству и этот будет выбор удачно сделан но финансы многое другое получит ну вернее руководство не сможет получить и я думаю что если смотреть вот как меч и огненный волк на мече то все вот эти вот военные события связанные со взрывами с огнем они ну то есть вот повезет городу что вот эти вот все события они будут нивелированы вполне возможно что руководство примет правильное решение я не знаю чем это связано в какой стороне с украинской с российской вот я знаю что россия будет идти дальше поэтому больше вероятность что это именно связано с россией то есть благодаря определенным сделано выбору и закрытие глаз на желание и мечты будет сделан правильный выбор очень удачный и тогда город сможет избежать обстрелов и разрушений так это вот в ближайшее время тут до середины ноября июня но раз задала вопрос а как будут развиваться события до середины ноября в Виннице почему ноябрь вдруг пришел до середины июня мы поняли а до середины ноября что будет происходить будет очень тяжелое время и нужно будет настолько принимать руководству быстрое решение и опять выбор туда-сюда туда-сюда то есть до конца ноября будет непросто будет не просто скорее всего экономически будут какие-то проблемы проблемы будут серьезные их нужно будет решать в очень в очень ускоренном темпе пока не наступила очень критическая ситуация и тогда опять же придется делать какой-то определенный выбор скорее всего будут поставлены определенные какие-то условия и руководству если они изначально постараются согласиться на договоренности но их нарушать что будет приводить к проблемам то все равно им придется сделать выбор а выбор в отношении чего ну видимо да в отношении как вот я тут и говорила да что вроде бы согласия договоренность есть но договоренности постоянно будут нарушаться и все таки придется это вот карта обмана делать выбор из-за обмана вот такая ситуация будет в Венеции то есть в общем то для того чтобы скорее всего сохранить город пойдут на договоренности но договоренности будут постоянно нарушать что будет вызывать определенная напряженность в определенных кругах так скажем так это я загружаю карту украины на секунду давайте посмотрим а будет ли город венеца разрушен будут ли разрушения в городе ну судя по всему нет 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 все пройдет очень мягко спокойно продумано с использованием новой технологии полученные скорее всего вот в азов стали что сейчас используется в восточной части украины это предложение о сдаче для того чтобы сохранить жизнь и поэтому скорее всего все пройдет эмоционально положительно вот карта туз кубков это всегда положительные эмоции и определенное равновесие поэтому я думаю что все будет хорошо ну поштормит понятное дело все может быть но у города есть определенный посыл и желание чтобы все было хорошо все чтобы все прошло спокойно и будет очень виртуозно использована тактика которая позволит войти в город и все получить то что можно то есть прийти к определенной цели вот такой расклад получился для города винили виница не знаю понравился он вам не понравился я еще раз повторяю я россия живу в россии я россиянка хотя с очень мощными украинскими корнями у меня в голове смесь вообще украинского и русского языка поэтому часто пишу безграмотно когда тороплюсь особенно так что вот желаю вам всем мирного неба над головой чтобы ваши города остались целы всем это касается всех чтобы ваши близкие родные были живы и здоровы чтобы у вас все было хорошо и со здоровьем сейчас одну секунду и взвешивайте все то о чем вы думаете и включаете логику делайте логичные логичные выводы не верьте всему что вам говорят в интернете и на телеканалах вот такой вот последний посыл вам от высших сил спасибо за внимание если расклад понравился ставьте лайки и до новых встреч до новых встреч до новых встреч приятного субтитров